Привет всем! Так, сначала секундочку. Так, ребят, сейчас я стрим переименую быстренько. Это всё первый игровой день первого Старкрафта. То есть я просто... Вчера только часть постримил, естественно. Сегодня другую часть скачал. Кин ведёт. Что-то сегодня не заходят мои прогнозы. Там-то я уже думал, лайф точно затащит. Так, ну что, ребят. Прошу прощения. Сейчас мне нужно переименовать пару репок, потому что я вчера переименовал, но всё равно не слишком длинные оказались. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, смотрите... Продолжение следует... 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 Здесь на рампе медик и два марика стоят, они единственные, кто могут помешать врываться. Я не понимаю, почему тирана, видя то ли уровень слабый в прудваре, то ли что, видно же было, что зерк агрессию какую-то использует. Уже давным-давно построят и пару огневиков, они развалят нахрен этих лингов. Так, прошел скан, тиран видит, что зерк играет спайр, переход. То есть, это агрессия на лингах плюс выход у мутастэк небольшой начальной. Ну, прям такие все типа профессионалы. Ну, посмотрим, какое исполнение будет. Флиск. Мы вчера смотрели какого-то игрока с никнеймом Флиск. Тоже он там играл, кстати говоря, в брудвар. Но я что-то видел, что у него флаг не России, там и СНГ вообще-то. Он и стоял. Так, линги врываются в мариков. Марики ошиблись, что начали убивать там их поверх. Медики успели вернуться. Линги доходят наверх, но не могут прогрызть. Это первый Старкрафт, где все тяжело очень так врывается по сравнению со вторым. Во втором уже бы линги растаркали, бы ворвались. Первым так просто не сделать. Это будет, естественно. Делается рейдж, уже готов рейдж в пехоте. Делается инженерка для грейдов. Бункера нету по рабам. Я вижу, что тирана рабочих гораздо больше, чем у зерга. Но зерга это не то, что улын. Это очень агрессивный билд такой. Но если зерг не сможет его исполнить, то он плохо для него кончится, получается. То есть тут все зависит от исполнения. Муталисков буквально тут летит. Три штуки, плюс еще в продакшене несколько штук есть. Эктазер криво там, у него сапплай блоки были. Сейчас мута шатать, конечно же, начнет. Но пехота-то уже с рейджом. Туретки строят, но они успевают построиться. К муталискам, разве что на мейне. Нет туреток сейчас. Так, тут вырывается. Здесь три марика в бункере. Нужно стимпатчиться. С стимпатчиться тиран сверху прибегает. Бункер успевает двумя ксмами выщенить. Муталиски падают. Линги падают. Полный провал со стороны зерга. Это так, 40 лимита тирана, а зерга, наверное, двадцатка. Да, в два раза меньше. Конечно же, тут похоже на гг для зерга все вообще. Вроде бы ты был, если ты там играешь. А что, флаг какой-то там, непонятно. Сейчас, я погоди, найду ссылочку, где там игроки все на земликвиде написано. Ну что, тиран идет вперед, 50 лимита на 26. Короче, двукратное преимущество по лимиту сохраняется в итоге. Как-то слабенько зерга отыгрывает, мягко говоря. Скан пошел, видит мутку, видит лингов. Ну, странно, вот не можешь муту исполнить, играй влюрует. Не знаю, как бы. Джулайзерги все себя чувствуют просто какими-то... Ну что, идет атака. Минус мута, минус линги. Питкота разваливает нахрен. Все, гг. Каратэ, каратэ, кстати, какой-то помню. Достаточно известный тиран сейчас в сфере. КОНЕЦ Вот список игроков, ребят. Что-то забыл. Где-то я что-то видел. А, здесь без флагов вообще. А, нет, всё правильно, флаг наш стоит, кстати. Что-то, а почему я подумал, что флаг не наш стоял? Не знаю, почему я подумал, что флаг не наш стоял, ребят, без понятия. Ну что? Так, заслоняю репки сейчас. Спасибо тебе, Флиск. Поехали, следующий реплей. Ну, я думаю, сегодня, может, всё. Даже мы и просмотрим оставшиеся. Потому что я вчера наших игроков в основном показал. То есть там и ты там был, и всех, кто видел. Там просто есть notable players, там все дела. Так, рабочий затупил. Ну, это называется криво рабочих направляем. Рабочий начинает тупить по минералам. Это когда ты их куча направил, вот так вот в одну точку. Потом их начинаешь разводить. Они в стейке едут. Ты одного берёшь. И не в минерале, ну, кликаешь. А мимо куда-нибудь. И он начинает тупорезить. Тогда ездить тут по минералам, это раньше, как бы, всё. У меня сразу, если так тренировался, раньше такая хрень происходит, то сразу ггшечка. Вот. О, а это рандом. Посмотрите. То ли рейспикер, то ли вот этот стоп БК рандомом играет, как я понял. Поэтому он другой расой. Счёт меняем. Ну что, строятся КСМщики. Здесь то же самое происходит. Каратэ, каратэ ведёт 1-0. Слышу бодренький музон. Карта Медуза. Нео Медуза, по-моему, она называлась. Не знаю, как там она. На 3 позиции, соответственно, 6 в районе 6, в районе 11 от 10 здесь и в районе 3-х часов позиция. Точнее, 2 это получается. Проверяя, здесь ничего не обнаруживает. Здесь у нас поехала тоже разведка, вара, газ. Здесь без газа пока, уголник. Ну что, что-то втыкает с рабочими здесь тиранами. А, факту хочет пораньше заказать, ну ясно. Факта пошла в ущерб рабам немножечко она пошла. Здесь у нас депошечка. Ну то есть такая полузастройка получается. ИЦЦ-шка будет заказана. Ну вот, смотрите, здесь есть такая же, на этой карте я уже не раз показывал. Вот это для чего? Это, если это здание уничтожить, но оно не одно, здесь стэк зданий. То есть ты одно убиваешь на полторы тысячи хп, там ещё одно появляется. То есть если юнит не сплэшивай, он может много раз его убивать. А если юнит сплэшивай, например, танки, можно вообще за залп убить. Все сразу, как бы, такая вот хитрость. Многие, наверное, не понимают, о чём я говорю. Вот. Ну я помню, что такая хрень раньше была, не знаю, как сейчас. Ну и если оппонент вот так вот играет, как бы, с бункером, развивается, то можно сделать следующее. Можно КСМ-кой и вультуру. Вот сюда вот подъезжаешь вультуру, КСМ-кой этот минерал вот так добывать начинаешь. И потом ей через мув прямо из вультуру на местность кликаешь. Начинается опять же тупёш, юнит начинает ползать. И можно завести туда юнита, как бы, вот сюда вот наверх, объехать и начать харасьть минеральную линию, к примеру. Ну не знаю, что здесь будет оппонент делать. Карту скрываю. Что белый тиран будет? Он с вультуру прибидается пушить. Ну здесь это бункер есть. Хрен, чё пропушишь. И скоро, наверное, факта. Вот да, газ начал добывать. Скоро будет факта. КСМ-кой сюда смещаются. Они же ССВ-шки. Да, ещё баба молчит. Кайворя с премиума активирует, а баба чё-то молчит. Ну что, проезжает КСМ-ка, бункер видит. Минус КСМ-ка. Смысл сюда мариками ультуркой идти, я не понимаю. А отданные марики ультуркой... Чё происходит вообще? Не готов оказался белый тиран к такому развитию событий. Здесь уже две факты строятся. Газ накопился. Чё, на депошечка пошла. И что? Ага, в райты. В райты это интересно. Они гигантский прям демэдж нанести не могут. Но при отсутствии туреток и неготовности их встретить, можно огребсти. Но ставится уже армори тираном с зелёным каратэ-каратэ. Это значит, что он собирается строить соответственно галиапчиков. Тираном с зелёным каратэ. Так, в райт прилетает. Начинает атаковать. Второй в райт прилетает. Но это стандартные билги ультурки. Переход в райтов раньше был. Но проблема в райтов в чём? Потому что даже вдвоём они даже без починки галиапа развалить-то не смогут. Без починкой-то к тему. Ещё, по-моему, с армори можно и дальность заказать. Да, армори даёт возможность заказать дальность Голиафом. А с дальностью они вообще разберут вот это всё нафиг. И дальность... Вот смотрите, сейчас вы увидите, как стреляет Голиаф. Нет, вы не увидите, как стреляет Голиаф. Короче, вот этот вот грейд в первом Старкрафте, то есть во втором, допустим, да, вот эти грейды делаются на технику, на пехоту. Они цветом разным. То есть первый уровень там беленький, второй синенький, третий красный там, ну типа опасный. Здесь же всё абсолютно одинаково. То есть ты не отличишь вообще грейды вот эти. Просто по цифрам вот здесь можно отличить. И вот единственное, что меняет визуализацию в первом Старкрафте, это грейд на рейндж воздушной атаки Голиафа. То есть она вместо серого дыма, он будет ракетами с синим таким красивым стрелять дымом. Я это помню. Нет, вот во втором Старкрафте я хоть и играл, и на турниры ездил, да, там как бы какие-то там и достаточно неплохо, я считаю, выступал. Вот, ну просто интерес уже такого гигантского не было. Можно было и с лекошью выступать, но там я во втором никогда всех параметров юнитов вообще не знал абсолютно. В первом же Старкрафте я знал вообще всё досконально, что и как с дэмэджами раньше стояли, сейчас ты уже забыл немножечко, но на самом деле я помню много, то есть в райтайде 10, по-моему, по земле я урона был, потому что у скаута 8 был, а не 8, хотя у скаута сколько, у скаута тоже был, ну да, никлина на самом деле. Ни хрена не было, так, пошёл вперёд, танков всего 2, поэтому через, без осады пытаются снять здесь блокаду каратэ-каратэ, вот один сич, в райты не выдерживают, здесь танки не выдерживают, одна базовая тема не прокатила, пишет ГГН, 100 БК, 2-0 каратэ-каратэ побеждает здесь. Ну что, это первая Абу-3 у нас, наверное, которая сегодня я собираюсь стримить, дальше поехали. Стрим по репкам идёт, напомню. Я спрашивал, будет ли когда-нибудь что-нибудь там не по репкам, но определённого ничего не сказал мне пока человек. Вот так, здесь ещё нужно будет переименовывать некоторые реплеи, которые подряд идут. Ну, пока некоторые запускаются. Так. Поехали, сейчас нужно игроков переставить. ЛД и РЭД ВАРИОР. Кто у нас? ТВЗ, кстати, не зеркалка. ЛД. Так, поменяю текст, потому что... Другой возможности счёт никак запилить нету. Вот так вот. Только счёт 0-0. Спасибо, ребят, короче, всем за внимание, за поддержку. Первый Старкрафт теперь будет раз, один-два раза в неделю стримиться. Почему один-два? Потому что, ну, если буду успевать за раз, отстримлю, если нет, за два. Так как игр очень много, они в субботу раз в неделю проходят. Пока отборочные, финальная стадия будет попозже там. Короче, буду стримить это всё дело. Всё, опять ТВЗ. РЭД ВАРИОР против ЭУД. Не знаю, где здесь поварить. Вообще не знаю игроков. Только некоторых наших знаю. других, ну и не наших тоже, я помню, просто и давно, что они в Старкрафт играли, и даже я с ними играл давно ещё с некоторыми. Ну что, пошла хата. Зерк Овером на разведку улетит. Дронам не угадывает направление. Кстати, видел же, КСМ откуда шла, мне так показалось. Ну, значит, мне так показалось. Здесь у нас барак у тирана. Пшёл депошечка, готово. Сетка со Старлиги. Сюда можно добавить сетку. Так, на инстервативу у меня добавлено вообще. Всё, ребят, возвращай сюда. Здесь СЦ-шка от тирана вошла. После барака и... А, инженерка. А инженерка что у нас, зачем? Ну, инженерка вообще для туреток обычно ставится. Либо она ставится для... Грейда раннего. По-другому не бывает, как и в втором Старкрафте. Линги не могут догнать рабочих в первом Старкрафте. То есть, скорость у них бега одинаковая приблизительно. И на крипе нету бонуса у юитов, у зерговских. Но я вижу, что играет макро хат у зерг. Это значит то, что он в сверхраннюю мутку там не будет играть. Вот в эти понты там с мута стэком. Конечно, это эффективно в руках крутых, где исполнение жёсткое просто. Вот лейер пошёл. Тут я предполагаю, что можем мы билд и в люру увидеть, на самом деле. Вот лейер пошёл. Так, здесь у нас плюс один у тирана. Ты вообще халявно играет тиран, честно говоря. Через инженерку, через академию. Барак всего лишь один. Нужно сейчас депошку строить и бараков добавлять. Нужно три барака хотя бы. Но если б хотел в люру играть, зерг, был бы гидроден запилен. Гидроден не запилен, пока эволюшн пошёл. Эволюшн для грейда обычно ставится. Так, второй газ начинает добывать. Так, санка пошла. Стоять тиран даже без бункера играет. Плюс два барака добавляет. Академия скоро будет готова. Нужно ставить пристройки сразу же, чтобы просканить мейн-зерга, безусловно. Так, плюс тимпак, пристройки не ставится. Ещё плюс. Вот. Это какая-то, какой-то прессинг получается у нас. Бараков, пять бараков будет. Факты пока нету. Нет, всё-таки это спайр, но другой тип спайра абсолютно. Это другой тип спайра, более экономически выгодный. То есть, это с большим количеством муталисков будет. Харас у нас получается, но это спайр-переход в люру потом будет. Тем более, что грейд делается армор на наземные юниты, очевидно, что это переход будет в люру. Здесь у нас, ну или во что-то со спайра будет наземный переход. Но я не вижу в первом Старкрафте, во что тут можно перейти. Да, иногда играли в быстрые хайфы, там в ультралов пытались выходить, но обычно это не через мутку делалось. Ну что, туреточка пошла здесь. Три туреточки по периметру, но в первом Старкрафте это очень мало. Три туреточки, надо мариками что-то делать. Но у тирана активные действия, зато начинает движение мариками по карте. У него уже сейчас рейндж будет мариком готов. То есть, можно будет идти, перехватывать мутку или в контратаку. Но у талисков летит не 3, не 4, не 5, не 6, а штук 10 сразу будут врываться. Или нет? Зерк, по-моему, спалил, что к нему выход идет со стороны тирана. Очень много нужно санок строить, чтобы вот такие выходы отбивать. И похоже, что... Фишка слонов БВ. Они очень жирные были. У них скорость мува была, как у лингов практически. И... Ну, мы когда-нибудь увидим ультрала здесь, наверное. Плюс у зергов есть темная стая здесь, которая подобно зеленке действует, но не совсем. Там рейнджовые юниты вообще демоджи в ней не наносят. То есть, и линга ультра очень сильно решала из-за этого. Ну что, пришли марики сюда. Наламываться на 4... На 4 пушки тиран пока не хочет. Прирост подводит. Но, если он успеет соединить всех этих юнитов, то прейсинг будет просто невероятный, на самом деле. Есть плюс атака. Марика все больше и больше выходит. Если мутка улетит... А мутка улетает! Ой, и без мутки здесь нереально будет. 5... Тут нужно штук 8, наверное, пушек, чтобы это все отбить. И то я не уверен, что получится. Так, медик подставился немножко. Так, стимпатчица марики. Пошло все вперед. Мутка начинает обороняться. Бинги падают. Плетки начинают терпеть. Они же санки. Муталиски начинают контролить. Но марики просто разваливают все к чертям сейчас. Плюс атакой-то. Муталисками зерк не получилось расконтролить. Ну, очень слабенько зерк отыграло. Тиран отыграл. Неплохо, я скажу. Да, кривость есть. Но пришел и развалил нафиг просто все. Красавчик. Да. В Рудуаре, в Старкрафте, в первом, на ультралов... На ультралов два грейда. Это армор и скорость передвижения. Так. Вторую игру ставим. Поехали. LD 1.0. Что за LD, я без понятия. Neo Medus, следующая карта, еще одну ТВЗ. Ну, что, ребят, я могу вам сказать. Вижу, люди скапливаются. Брудвар интересен. Муку. Это brightness. Муку. 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 Ди, я буду смотрим. Муку. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Много кто подобное отыгрывал Но это ты путаешь на самом деле Это не такой билд, где танки строятся Это просто приход мариками и прессинг Здесь именно такой билд был со стороны тирана Там никакие танки не должны были быть Но зерги строят муталисков Не способны их отконтролить просто Но если ты не можешь отконтролить Как ты отобьешься от такого? Конечно тиран приходит, убивает То есть грамотный зерк Он как? Он мутастэком пока пушки Тиран пробивает мариками Он так бы там растрепал бы все А муталисков-то было немало там Люру добавить не успел, правда Ну и с таким билдом, как зерк отыгрывал Ему нужно уже было респ занимать Другой с люрой Ну что, тут тиран тоже рабочих тыкает, мучка направлять Сейчас момент был Напомню, в первом Старкрафте нельзя точку поставить прямо на минералы рабочими То есть вот он вышел, его нужно направить То есть ты контролишь и ты должен всегда, когда рабочий выходит, возвращаться и направлять Поэтому в первом Старкрафте, если ты кривой Кривой То ты сразу начнешь отставать И рабочие начнут стоять Вот он стоит Нужно сразу, моментально просто направлять Так, КСН-ки вперед двигаются Не понял Чисто марики с одного барака С бункером он собирается прессануть В общем-то Тиран... А! Здесь был... Погодите Саплай блок где-то был Сбит овер у зерга, я хз где, где-то тиран его умудрился сбить Я провтыкал этот момент И он принял решение сейчас сразу за бункер пушить зерга Забункерить И у зерга очень-очень большие проблемы Здесь КСН-ка с дронами дерется Одного минусу Еще один бункер запилен Сейчас марики без бункеров дерут Сейчас нужно сажать бункера Просто убивать сейчас Я не знаю, зачем вне бункера делится тиран Пусть сейчас убьет пушку, в общем-то Так, выходят деньги Сразу же сажает тиран в бункер Красавчик! Это какой-то изи-катка просто убивать сейчас Что это будет вообще такое? Ну, в первом Старкрафте это абсолютно... А рабочих четыре вот Вот там лотов, там 12 рабочих вначале Чтоб быстрее... Четыре рабочих вначале В первом Старкрафте Что, долго что ли? Нет, недолго Вопрос в другом Чем уникален первый Старкрафт, по моему мнению По сравнению со вторым? Из-за того, что ты кривой Ты не можешь исполнить билд Просто, например, рабочих не направляя тупо Ты сразу начинаешь отставать И поэтому билды у всех абсолютно игроков Практически уникальные То есть второй Старкрафт, он однотипный Там все ездит, само добывает То есть как бы только на самом-самом высшем уровне появляются какие-то вариации Потому что там исполнение идеальное практически становится Вот, а на таком среднем уровне это не так видно, как в первом Старкрафте Тут как бы из-за того, что кому-то вообще тяжело в принципе вот на средней стадии играть Все направлять и тратить под нолик Он именно билдами, таймингами пользоваться старался То есть вот такой момент здесь есть Как не крутить так, мне нужно репки переименовывать Ребята, подождите секундочку Я видел, что там просто Не запускаются дальше Субтитры сделал DimaTorzok Где-то они все дико не переименованы Блин, вот это мне всегда бесило в первом Старкрафте Настирать как бы тут, если реплеи и название слишком большое Он просто не работает Сейчас все сразу переименую, ребят Чтобы уже потом на это не отвлекаться Чуть-чуть осталось совсем Здесь-то все по-другому выглядит В втором Старкрафте прям там можно все переименовывать В первом нет В первом нужно лезть в игру В реплейчике все переименовывать Зато вспомним Прошлое, как это делалось Так, вроде все переименовал Более-менее Слушай, поехали дальше Что у нас дальше Кто у нас играет Кроме Теус 112 против ИВЛ Пани Вот так Согласен In The Dark Нео Медуза Кто играет у нас Пвпшечка Ну посмотрим Пвпшечка Долгая обычно В первом Старкрафте Ну не, бывали и долгие Но на самом деле Я думаю, что с ней должна быть долгая игра Какой-нибудь ТВП Качели жесткие Увидеть было бы Ну слушай, посмотрим Посмотрим Я не смотрел этих игр сам То есть мне Хоть это реплей Хоть и результаты все есть Мне вообще результаты не интересны Мне сами игры Интересны Я их не видел Я смотрю Вместе с вами Археоптерикс Привет Все в порядке Так, ну что Здесь у нас разведка приехала От Фани К Прометеусу Синий Здесь тоже разведка есть Бледный синий Прям на этой карте Тяжело видеть Два гейта Два барака Здесь запилены Через газ играет Прометеус Через один барак Фани Ну кстати Медуза Почему через два барака Здесь играет А не через Дракунов Потому что здесь нету рампы Проход широкий Зилками можно очень сильно напрягать Даже с мейна Флиск Ну посмотрим сейчас Откуда там Фани В смысле Сколько карт было Вроде как У меня там По-другому Все Вот Фани Я помню Что СР Фани Такой был игрок Я уж слабо Припоминаю Все это Но Вижу Да Что Никнеймы Мне многие Знакомы И не только Наших игроков Потому что я и сам С ними играл Как-то давно Здесь тоже Второй барак Добавляется Что-то Испугался У нас Прометеус Решил Что сейчас Видимо Его зилками Просто Оппонент Развалит Вот Здесь еще и газа нет Вижу Третий пилон Но в итоге Для Прометеуса Не все так хорошо То есть у него барак Позже У него зилков Меньше будет Ну пока здесь зилки идут Тут-то конечно Тоже уже подстроят Сейчас два в одного Будет Но Не надо Драться Просто Сейчас Конечно Нужно Фаню Уходить Вот Он Вообще Бой Не Принимает Он Хочет Еще Двух Зилков Поражать И С тремя Ворваться Тосы Газилки Врагам Да Конечно Было Такое Что Тосы Газилки Врагам Запиливали И Даже Не Только Тосы Запиливали Все Запиливали Иногда Но Тосы Чаще Всего Какие игры Андроида Не понял Я же Стал Так Третий Ворак Здесь Еще Пошел Но Так До сих Пор Нет Кибернет Самое Подозрительное А Фаня Посмотрите Хитрец У него Форжа И В это Время Просто Пробка В тупую Как-то Наверх Уехала Не знаю Но Она Даже Не Триком Заезжала Сюда А Просто Через Обычный Проход Заехала И Фатонок Он Наставил Ну Настроил Т3 Барака Вот Прометеус Какой-то Чугунный Быстрая Походка И взгляд Безумный Узелков Поэтому Прометеус Какой-то Чугунный Все Фатонки Достраиваются Это Минус Прометеус Судя по всему Узелки Пошли Фатонки Прикрывать Все Добычи Нету Здесь Это ГГ Сразу Что Что тут Сделать Контратакуете Что Что Кругкин Куда-то Уезжает ГГ Прометеус Пишет Но Не Не Может Он Отбиться Это очевидно Что Здесь Которая ВЦГ Андроид В 2005 Году На ВЦГ Я с Андроидом Играл Я Пятое Шестое Занял Тогда Не помню Кое он Занял Но На финале То Он Конечно Сыграл Вообще Четко И Играл Я на С-треле Его тренировал К финалу Тогда Так Погодите Сейчас Я Забыл Что Нужно Все Это Забрать Надеюсь Вы Там Особо Ничего Не Видели Поехали Игреш Застал Естественно Застал А потом Мы Тренировались Тоже И В Восьмом Году Когда На ВЦГ Я Первое Занял У Андроида На Даче Так Чё-то Прометеус Какой-то Слабенький Проц Такое Ощущение У меня Сложилось Потому Что Фанни Чё-то Изи Забрил Но Вот Это Совсем Другая Карта Это Файтинг Спирит Карта С Рампой Поэтому Здесь Уже В двух Зелков С двух Бараков Навряд Ли Кто-то Будет Играть Телевизор Привет У меня Уже Все Проходит Купил Я Лекарство Понял Что Происходит Мрач Мрач Сказал И Будьте Грамотно Сейчас Действуем Без Хвойна Ездить Прикопать Кого-нибудь Лесу Хвойна Чтоб Чисто Приятно Стало Поправится Я бы не играл Я понимаю Что Делает Протс Вот Эта Вот Вся Шляпа Особенно Если Не Через Фаржу И Просто Строим Все Стандартно Через Кибернет Делаем Рейндж Драгунов Драгуна Мы Просто Убиваем Расконтролируем Без Фатонок Ты Драгунов Драгунов Не Отобьешь Реально Не Отобьешь Так Второй Барак Сейчас Достроится Здесь Зелками От Зелков Как раз Отбиться Проще Здесь Еще Кибернет В перспективе Будет Зелок Заказан Ну Можно Конечно Понапрягать Ну Посмотрим Что Из Этого Уйдет Сейчас Блок Приходит Начинает Нексус Долбить Но Это Самое Не Очень Решение Нексус Такой Ситуации Убивать Почему Потому Что Убьешь Даже Если Ты Нексус В итоге Оппонент На Мэйне Будет Иметь Рабочих Не Меньше Чем У Ты И Такие Технологии Практически Зелок Пробка Минус Ну Можно Уходить ХП Вообще Не Потерял Сейчас В итоге У нас Фани Здесь Пробочки Приходят Куда Пробочки Приходят А Он Собирался С пробками Зелков Отгонять Вместе Вот с Этим Зелком Вот С Этим Бандитом С Полей Здесь Тоже Нексус Пошел Решил Что Не Стоит Дожимать Прометеус И Фани В итоге Начинает Добывать Второй Нексус В итоге Экономика У него Ну Очень Сильная Будет Намного Сильнее Здесь Да Пробок На Мэйне Больше Но Сопоставимое Количество Жаль В следующий Раз Я вот Эту Программу Которую Мифлис Скинул Установлю Там Показывается Количество Пробок Вот Но Уже Я могу Точно Сказать Что Здесь Экономика Гораздо Гораздо Важнее Было Чем Во Втором Почему Потому Даже На Ближних Минералах Два И На Дальних Два Рабочих Они Просто Не Могли Таскать Пока Один Рабочий Пилит Второй Ну Он Не Успевает Добыть Минерал Пока Ездит Второй Сюда Уже Они Постоянно Катались Очень Важно Новое Было Кучки Минеральные Занятия Здесь У нас Кибернет Пошла Барака Два Зилков Фанни Настроил Зилков Так Шесть Семь Становится Кстати Вот такие Билды Еще С Нексусами Идеально В первом Старграфте Пробивались Риверами Быстрыми Точно так же С мейной Кибернет Рейндж Драгунам Драгунами Понапрягал И Выходишь Просто Потом В Роба Сразу же С одним Ривером Шаттлом Прилетаешь Его Прикрывается Драгунами Еще При отсутствии Драгунов С рейнджом Там Вообще Беда Так Здесь Кибернет Готово Фанни Приходит К оппоненту Зилки Против Зилков Ну Это Такой Врыв Пошел Контроль Есть И Я Вижу Что Желтый Кто-то Здесь Поначалу Было Выигрывал Потом Что-то Как-то Развалился Но Поля Зато Залегенил Здесь Полей Нету А Первым Потому что Поля Регенились Не Регениться Поля Здесь Как ХП У Зергов В общем-то По такому же Типу Просто Все время По Немножечку В отличие от Трома Старкрафта Где При выходе Из боя Они Очень Быстро Начинают Регениться Так Здесь Газ Был Запилен Поэтому Фанни Только-только Газ На мэне Ставят Он уже На второй Зато Давно Добывает Здесь На второй Добыче Газа Нет Здесь Все еще Зелки Строятся Цитадель Пошла Ой А что за Цитадель Для Дарков Кстати Для Дарков Здесь Специального Здания Не нужно Здесь Архивы Темпларов Дают Возможность Строить И Псиштурмовиков И Дарков Ну что Драгуны Две Штучки Уже Идут Еще Драгуны Ренж Делается Не Ребят Тут Плюс Два Барака У Фанни Все Гораздо Лучше Я вижу Вышел На штамповочный Такой уровень Я бы Сказал Цитадель Есть Да Пошли Для Дарков Здание Для Псиштурмов Пошло Сейчас Ну здесь Зато До Дарков Скорее Все Упани Потому что Здесь Дарки Не варкаться И Заказать Бараки Здесь Гиты Не второй Старкрафт Они Не Распевают Так Идет Контроль Драгуны Очень Маленький Дэмэдж По Делкам Имеют То есть От Заявленных Двуссети Они Десяточку По Делкам Наносят Но Все равно Достаточно Этих Юнитов Законтролил Драгуна Еще Фанни Молодец Еще Два Драгуна Приходят Ну Разваливают Он Просто Заходит Сейчас Наверх Или он В минеральную Линю Заходит Не Наверх Заходит Здесь Пропки На Минерал Луки Принимают Бой Зато По Пропкам Драгуна Приют Даже Неплохо Мало Юнитов По которым Драгуна В первом Старкрафте Вообще Два Тат Убили Тяжелые Самые Танки Они Либо Пятна Либо Десят Обычно Вообще Хотя Написано Два Ну Типа Брони Тоже Фактически Есть Просто Они Не Подписаны Драгунами Нужно Контролить На Подшаге Но Это Не Подшаг Первый Дарк Пошел Вперед Кстати Говоря Здесь Есть Две Фатонки И Даже На Мэне Здесь Есть Фатонка Дарки И Даже Есть Роботикс Но Чтобы Строить Обсервер В первом Старкрафте Не Виасочно Просто Роботикса Нужна Обсерватория Такое Здание Чтобы Обсервер Заказать Корон Нет Здесь Дарк Начинает Резать Здесь Дарк Зелком Зарежут Сейчас Драгуна Здесь Драгуны Пошли А Есть Рейндж Вообще Рейнджа Не Видел Я Есть Или Нет Ну Сейчас Сюда Дарки Придут Ничего Не Смогут Сделать Так Здесь Потом Можно Было Попытаться Через Музу Скочить Например Если Были Только Потом Здесь Но Так Дарк Луны Уже Прикрывают На Муве Тоже Прин Заскочишь Куда И Дарки Здесь Могут В первом Во втором Старкрафте Они Сливаются Вархона А Здесь Они Вархона Сливаются Тоже Но Не В простого А В красного Который Не Атакует Но У него Интересные Касты Есть Это Юнитов Воровать И Так Минус Зелки Минус Драгун И Еще Майлд Шторм И Фидбэк У них Есть Так Дарки Здесь Стоят Все Обсервер Готов Вот Она Обсерватория Как Выглядит Полетел Обсервер Так Зелков Строит Сейчас У нас Ваня Еще Все Обсервер Влетает Дарк Один Минус Нужно Идти С Драгу Нам Вперед Нужно Брать Все Бараков Шесть Штук Сейчас Уже Будет Скоро Пять Работают Продакшн Неплохой Правда Уже 900 Почти Накопилось Не Майн Шторм А Майл Шторм На 8 Секунд Всех Живых В Области Тормозит 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 Гробок срывает, здесь Драгуны разводят, вот по зданиям Драгуны хорошо, плюс по двадцатке, то есть по самым жирным, я помню, как в своих дэнсах проявлено, Нексус падает моментально, здесь третий Нексус уже строится, вы видите, ресурсы потратил Фанни, так, Зилкам, это чаш, а ножки делаются, ну это аналог чаши, но в первом, втором Старкрафте чаш это и скорость передвижения небольшая, и прыгают, они на час, вперед, вот без демоза, здесь же просто Зилки быстро бегают, гораздо быстрее, чем ходят, без грейда, очень быстро бегают, вот так вот, они бегут, офисно, чашу желтого есть, но, точнее, ножки, но это не поможет. Эй, прометео, здесь тоже доделались ножки, ггшечка, ребятки. Ну, 2-0 Фанни, что я могу сказать, а зачем он пост писал, 2-0 уже проиграл. Так, следующий, поехали. Спасибо тебе за рецепт телевизора, но вроде как я выправляюсь так и так. Оп, ТВП, первое ТВП, по-моему, я ТВП еще не видел, ребятки. Так, не знаю, кто такие, так и многих предыдущих, только наших, знаю пока. ТВП еще не было. ТВП я всегда любил в первом Старкрафте, но Тираны, конечно, в конце Старкрафта, первый вот реально Каофлэш, вышел на самые жесткие обороты, я считаю, Тиранов самые сильные расы, конечно, в первом Старкрафте. Пошли, какая игра к идеалу приблизилась, их нереально практически обыграть было. Но все равно выбрали, то есть так говорить тоже нельзя. Чем Экс и Брюс занимаются? Ну, плюс менеджер Рокса еще чем-то он занимается, не знаю чем. В Доту состав набрал, я видел сейчас. Чел сказал, Экс в Питере, Буба. Сколько я знаю, мне Брюс говорил, как бы. Акс сервис у него вроде какой-то там свой. Рома Ро, тоже в Питере, там тоже по строительству что-то делают. Так редко общаюсь, но бывает общаюсь. Какие пуши раньше делали? Смотря где пуши было в Старкрафте, просто немерено. Вот Тираны делали, однобазовые, две факты. Три танка плюс культура и скорость минки, там несколько мариков, КСМ. Делались пять танков выход, делался пуш один танк в ультуре со скоростью минками, делался пуш с одной факты, шесть мариков танк в ультуре, одна приезжает, плюс еще дотекают там с минками. Миллиард вообще все делался от процесса, ну, здесь тяжело. Если увижу, как бы, что-то, то вам скажу. Я вижу, что пока, вот пока все игры, что я смотрел, уровень явно подупал. Ну, конечно, игроков меньше играет, тяжело, нужно трениться постоянно, чтобы уровень жесткий был. Ну, это может быть так мне кажется пока, то есть в будущем, когда стадия более жесткая станет. Я про Тиранов пуши говорил, кстати, когда стадии более жесткие будут, может что-то поменяется. Здесь такая типа, как застройка Тирана, и ЦЦ пошла после барака без газа, потом газ. Вот обычно стандартом последнего времени от Тирана был в ТВП, это одна факта, танчик шесть мариков ультурки. Вот этот выход и переход в экономику. Почему он был стандартом? Потому что достаточно надежно от всякой начальной агрессии, то есть есть минки от всяких риверов плюс танчик. И обычно просто загоняли драгунов сюда, здесь минки ставили, то есть он стоял, оборонялся, Тиран уходил, и минки, как бы, они были разведкой. То есть прийти к Тирану было тяжело по земле. Так, бункер перед всеми зданиями, почему бы, что если его так не ставить, драгуны убьют. Да, в покерок тоже играл мигер или он. Покерок многих, наверное, засосал. А пацаны из просвета азартные ребята были. О, хорошо, кстати, Депошли заблочил пробку, Тиран красавчик не дал уехать. Факта пошла, нужно сажать марика в бункер. Здесь два драгуна пришли, ждет рейнджа сейчас, Протс, я как понимаю. Вот Протс, вижу, что достаточно интересно отреагировал на Бил Тирана, он собирается прессовать бункер с рейнджом. Ну и переход в Нексус идет, то есть тут четыре драгуна будут бункер пытаться выбить. Ну, Сиран легко, достаточно очинивает это все. Церковская, 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 Тирановская Корея, под конец не была. Наоборот, там Джанби тащил, очень неплохо. Первым в Старграде, это вам не лотов, где сталкеры даже в рейндж-минки не могут зайти. Здесь все, если криво ставишь юнитов, они подходят, и вот если драгуна бункер начинает атаковать, то тогда... Ой-ой, бункер упал, что ж ты сделал, Тиран? Все, драгуна начнут сейчас прессовать, это пол... Че ты стоишь-то? Ой, Протс, тюфяк, тут здесь надо врываться, сразу его разваливать, на хайграунд заходить. Если бы еще сталкеров строил бы, точнее, простите, драгунов, это победа, скорее всего, была. Это полный ущерб сейчас дебошки убивать снизу, тоже наверх, заходить, разводить, пытаться мариков здесь. Но это не второй, опять же, Старкрафт, здесь можно на, можно на минерал-рук, СМ-окнорваться, и хрен-то там че разведешь. Плюс сталкеры, простите, драгуны, ну, непривычные мне первые камень Старкрафта, они очень сильно мажут снизу. И вот вышел танк, ну, в принципе, танк подождался, Тиран, все нормально. Барак можно, да, убить, раз стоит барак, можно забирать. Еще один драгун вперед идет, здесь Нексус уже готов почти. По рабам у Протса рабочий есть, переводит рабочих достаточно вовремя, и делает сейчас робот. Точнее, оно уже готово, может быть, мы риверов увидим в этой игре. Так, здесь пока Сиджа нету, Тиран не сможет вниз выйти. Но я вижу, что по экономике Протс вот этими действиями обгонят Тирана сейчас. Как контрить Тирану этих драгунов? Так ему как контрить? Станки вообще их в пасху зубную превращают, в синюю Сиджу. Сейчас вы увидите, что такое зубная пасха, родимая из первого Старкрафта. Просто Тиран бил такой, сейчас использовал. Вот она, зубная пасха. Танки сидят, все, драгуны уходят, минус драгуны, нужно сваливать. Он, пожалуйста, за три выстрела убивает танк драгуна. Почему? Потому что в первом Старкрафте 70 демеджей у танка, 70. По драгуну все 70 и наносятся. Конечно, не по всем 70 попадают. Вот. Ему просто бункер нужен элементарно. До появления танка нужно было вычинить бункер, так, чтобы драгуни пройти. Четыре драгуна, это немного против бункера. Можно и от шести, и от восьми вычинить. Так, ЦС-шка возвращается, туречка. Пошло три танка. Есть танк. Танки все зелененькие, две факты, пока минки, грейды не делаются там, минки. Абултуркам скорость. Ничего такого не делается. Протс третий, нет, не ставит, тоже ошибка. Я считаю, заходит драгунами, решил, подумал, что тиран на халяву вышел вниз. Не, братан, это не халява. Это такая ошибка от Протса. Вот как танки просто драгунов, они реально опускают. Ну, один танк еще убил, но это все, что смог сделать Протс. Сейчас вот одного танка сюда перевести. Это полный провал. Это Протс, вообще-то, тевтель, тюфечочек сейчас стиль продемонстрировал. Группа Б, обсерватория. Вижу, Ривер один есть и строится шаттл. Больше сражений выстыкается нелогично. 200 лимитных армии. Везде их достаточно много. Но помнить нужно всегда, я всегда говорил, когда второй Старкрафт стримил, что в первом Старкрафте юниты, вот танк, например, занимает два, два лимита. Не три, как во втором Старкрафте. Во втором Старкрафте обрезали такое количество юнитов просто физически. То есть их там меньше, в 200 лимитов ходит. Здесь нету каких-то там, я не знаю, юнитов, которые просто невероятное количество лимита занимают. Кстати, забыл Ривер. Погодите, сколько лимита Ривер занимает? Вот это я даю. Ривер, по-моему, не два занимает. Ривер, по-моему, больше занимает. Хотя врать не буду, я что-то не помню точно. Ну, Драгун два, Танк два, Вультурка два, Голиаф два, Марик один лимит занимает. Ривер точно не три занимает, Ривер либо четыре, либо два, вот я не помню. Три лимита только Скаут, я припоминаю, занимает, если так вот мне на память приходится. Вот Риверок, вот в мультике про кого было. Начинает бомбить, патроны пока не затупили, тиран угодит, но и так уже демэдж нанесён. Вот сейчас, смотрите, знаете, что можно Риверам делать? Вот в эту депошечку атаковать, и будет четырём демэдж депошкам наноситься. Но в дальнюю атакуют, трёх, три сейчас депошки бьёт в рот. Но патроны кончились, и Ривер, вот когда патроны перезаряжаются, он сам стреляет куда хочет. Так, депошки начинают всё-таки добивать, просто. Так, сейчас сто лимита плюс. Ой, депошки падают, саплай блок хорошо просто разваливает. Вот эти игроки мне нравятся, как играют. Мне кажется, что очень даже неплохо смотрится, как они играют в данный момент. Саплай блок делают. Можно высадить сейчас, выстрелить в этих рабов и улететь, например. Ну, танчик есть один. Стреляет, минус два. Уп, успел. Садится от выстрела. Танки вместе сейчас можно танки забрить. В рабов стреляй, в рабов стреляет. Проц. Бах, вообще конкретный взрыв. Вот это красота пошла. 45 лимит тирана на 8,4 проца. Третий Нексус готов. А что за проца-то? Хороший проца, мне нравится. Видно, что есть какой-никакой тут уровень. Кстати, и заказ пошел, и бараки добавляются здесь. Очень неплохо просто все делают здесь. Очень неплохо. Мне нравится. Мы посмотрим, что дальше будет происходить на этом турнире. Явно уровень у многих разных игроков. Тюфяк был с Драгунами туда полез. Дальше вроде все неплохо стал делать. Понятно, что с уровнем старым не сравнится, когда таких ошибок не делали. Ошибки бывали такие тоже. Просто прот сюда лез. Ему нужно было понять, что танков много, и хотя бы частью отступить. Здесь застройки есть, все в порядке. В принципе, для 11-й минуты. Вот 12-я началась, и лимит есть, как бы, и прохарасил. Даже несмотря на начальные ошибки, вот только чарж, точнее, скорость зелканка, это поздняя. Так, ну что, зелки в шаттле сидят. Два шаттла. Собирается протас, я так понимаю, кстати, мук такое ощущение у меня шаттлом сделал. Собирается протас убивать уже тирана, то есть он не собирается затягивать. Я думаю, что решение абсолютно верное. 60 лимита на 130 уже, здесь 3-я ццшка. Тирану дай разжиться, он 200 настроит. Хрен, ты его там потом возьмешь вообще. Нет, скорости шаттлом я не наблюдаю. Зелки пока без скорости. Вот сейчас скорость будет, но нужно скорость подождать обязательно. Здесь минус тиран сейчас будет, судя по лимиту и по составу войск протаса. Все здесь достаточно грамотно. Фотончик добавляет. Вторая форжа для грейдов пошла. Вообще молодец, вторую форжу добавляет. Надо четвертую базу занимать на респе где-то. На третью решил выйти тиран на 70 лимита. Процесс 148, пошел на лом. Газ можно в архончику было бы вложить. Ривер, ошибка ривер первая. Просто-напросто сейчас. Елков даже не все втрохнул в итоге. Апсирер здесь спасает. Покидает игру тиран. Развалил просто, в общем, в хлам его. Сейчас молодец. После вот того провального врыва врыва с драгунами все четко, достаточно просто сделал. Ну, видно по очкам, что слабенько играет. Все равно 13 минут 50 тысяч, как бы это маловато реально. Продолжение следует... Ну что, медуза, те же игроки. Продолжение следует... Медуза, карта. Тиран застройщикой решил сыграть. Какая тут застройки кто-то даже делает, смотри. Здесь будет барак. С протсом, я говорил, с протсом застройки делаются. Вывакшики первая ТВП. Здорово, Илю. Здорово, Илю. Всем привет, ребят. Всех благодарю внимания. За внимание. Можете, конечно, поддерживать меня и мой стрим. Сами знаете как. Подключим надлоками, переквизитом в описании или через плеер и подпиской на премиум. Первый StarCraft у нас. Кстати, 30 фпс я стримил. Ладно, для первого хватит. 60 потом попробовать будет. Попробуем. Попробуем. Старкрафт 2 не убьёт. Заказан драгун. Так, рейндж драгуну пошёл. Ну, стандартный опенинг через один барак. То есть, я любил билд всегда какой. Три драгуна не ксус с рейнджом. Но он очень опасен был против, этот билд против всяких две факты, три танка гультурки, таких вот агрессивных билдов тирана. А на турнирах вот очень любили таким билдами тираны пользоваться. Так, пиончик наверху заказан. Тут ещё прикол в том, что если нексус наверху стоит, здесь минералов мало. Вторая эта база здесь более раз. Здесь на вот этой базе в кармане всего 5 минералов даже без второго газа. Но чтобы дать ускорение выходу на третий, это нормальный вариант. Привет всем. Настроение нормальное. Получше себя сегодня чувствую. Так, и Робу пошло. Роба явно неспроста, либо пере... Да, на этой карте, кстати, можно перевести, например, отсюда наверх юнитов и попытаться проатаковать, но тяжело этим всё равно убить. Так как у тираны на КСМке в первом Старкрафте жёсткий там танчик взял и полетел. Можно пока понапрягать будет сейчас ДПшку, пока танку Сиджи нет. А Рейндж, конечно же, раньше намного его делает. Нужно шаттл заказывать сейчас обязательно. Ейдет, просто тупит, чё он делает-то? Пришёл драгонами, ничего не сделал. Ну что, Марик чуть не убил. Ну Марик это фигня даже, если он погибнет, как-то ничего это не даст. ДПшку нужно бить, конечно. Можно и танк разводить. То есть, ты ДПшку атакуешь, танк ближе подъезжает сталкерами тремя. Подбегаешь и делаешь пару залпов по танку. Так, ребят. Секундочку. Так, прошу прощения, дедушка мне тут звонил. Вот, попозже ему перезвоню. Слушай, Цэшка начала добываться у Тирана во всём. Голиавчиков добавляют. Голиавчики это против Ривера, конечно же. Протас, Нексус ставит на базе, где больше минералов. Это, конечно, хорошо. Но нужно потом и вот этот занимать, Нексус будет тоже. Никаких Риверов не строил сейчас. Протас играет в экономику просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, третья ЦС-чика пошла. Факты две. Пока, естественно, инженерка не будет добавляться, так как есть Голиафы. Кстати, рейндж Голиафом тоже делается. Этот упёж от Протаса в серверу А2 оставил здесь вот только-только. Повёл куда-то. Но одного нужно здесь оставить от врыва в культурах. Базу начинает давать третья, Нексус заказан сейчас. Вот это, на самом деле, то, что сейчас Протас делает, никогда эффективного особо не было. То есть настолько поздние ривера, я даже не знаю, что можно ими сделать. Только ошибки Тирана могут привести здесь к какому-то результату от ривера. То есть просто туредок несколько сейчас запилить. Голиафы есть. И всё здесь законтрено уже. Вот эти риверы законтрены все нафиг. Немножко что-то получше сделать. Тут гораздо лучше заказать Твайлайт. Две фаржи, выходить в грейды, ставить архивы темпларов, Старгейт и выходить уже в арбитров. Арбитры решали. Так, пару зелков. Это чтобы дропнуть ривера вместе с двумя зелками. Драгунов ещё продолжает просто добавлять. Тиран на третью цешку уходит. Но вот более пассивная игра. Ну, она очевидна, что пассивная. Здесь только просто инициативу может проявить. Тиран такой билд выбрал, которому он агрессивнейшить вообще не может. Сейчас, сейчас в ультурам будет скорость с минками тогда. Да, можно будет поедеть. Минок пока тоже нет. Но скорость гораздо дольше, чем минки делаются. Поэтому минки можно чуть позже заказать. Да, есть два вторых места. Надо поменять на три. Бараков пять уже сейчас станет. Один-один грейдер делаются. Двайлайт ставится сейчас. Третью базу начинает добывать. Просто нужно уже думать о том, как на респаунд переселяться. Так, ривер прилетел. Да, всё так, видите. Ну вот, отсутствие туреток. Нахер Голиафу строил, не понимаю. Ничего не прикрыто. Туретки там не прикрывают. Гляхт уже нет. Ой, какой взрыв может быть? Нет, патрон не взорвался. Вот это то, о чём в мультике показано. В вот этом вот рисованном про первый стартрат. Патрон затупил. Какой сейчас? Там штук десять ксм могло погибнуть сразу же сейчас. Но патрон тупанул, никого не убил. В итоге тиран тут и с пугом лёгким оделся. Ну и сейчас начнёт минировать он карту. И просто уже тяжело будет сейчас. Это не важно, зашёл рабочий в газ или нет. Патрон бы всё равно взорвался в других рабочих. Просто он немножечко пометался. И время его жизни кончилось. Вот начинает, да, да, начинает минировать, в общем-то, всё тиран понемножечку. И теперь уже тяжело очень будет. Просто лимит нарастает понемножку. Конечно же, больше он, чем у тирана. Но в лоб тирана такого всё равно фиг возьмёшь. Почему? Потому что здесь, конечно, можно убить вот эту хренотень. Кстати, риверами её очень быстро можно убить. И попытаться пройти вот сюда, вот на мейн. Но смотрите, какой узкий проход. Первый Старкрафт не второй. Здесь всё в куче будет тупить. Нереально танки сюда подведёт. Тиран развалит всё нафиг. В лоб тоже нереально убить. То есть тирана можно подловить только на выходе, куда-то там в центр. Но во втором, в первом Старкрафте с трёх баз тиран на 200 может остановить. Тиран слабенький. Посмотрите. 1600 минералов. 85 всего лимита. Факты только-только добавляются. Очень слабо играет. Туреток. А, не, настроил хоть Туреток настроил. И то хорошо здесь по периметру. Сейчас потратил ресурсы. Проц лучше гораздо развивается. 140 у него уже лимита. Заказ, посмотрите, какой неплохой. Тут всё работает, по юниту заказано. А арбитр, трибунал пошёл. Это здание для того, чтобы судей строить. Вот сейчас будет здесь заказано судья. Но он 350 газа стоит. Это я помню, как сейчас. Поэтому газа у Проца пока нет. Нужно выходить четвёртую занимать. Вот пробка вперёд драгонов. Ошибка. Могли бы его убить в ультурке. Здесь 100 лимита тирана. Здесь в научные судна тиран выходит. Это как раз-таки контра. Ой, как научные судна, как они жёстки против Проца в первом Старкрафте. У них есть и ЭМП, то, что в втором есть у Гастов. Но оно по-другому работает. У него гораздо больше сплэш. Оно снимает всё за один удар. Все поля. Всю энергию абсолютно. И они контрят как раз-таки арбитров, которые дропать, могут телепортировать, реколить юнитов. Они контрят просто армию Процсом. 8-7 сталкеров в центре. Это от того, чтобы в ультуры сюда не врывались. Но вот ошибка. Очень мало сталкеров. Просто слабый уровень игры видно. Тиран на такой стадии, вот он этими в ультурами, он просто берёт 2 контрола штук 20 в ультур. Сюда едешь, они и дэмэджем-то могут унести 7 сталкеров, 7, простите, драгунов. А заминировать вообще проще простого их вокруг и базу отменить. Но тиран тут очень медленный, какой-то пассивный. Вот он только-только к 4-ой ЦЦ-шке собирается выходить. Проца почти так, 180. Ему нужно как-то бы... Как-то встретить бы тирана ему нужно. Ну, будет он вообще это делать? Арбитр только-только строится. Пред-ипнотик. Пред всем, ребят, кто недавно подошёл. Так, здесь пилоны у нас новые добавляются. Пилонов миллиард, потомка одна. Что такое? Вторая пошла потомка. И в минеральной линии ещё нет. Ну, застроечка есть. Переводить сюда рабов. Тиран выходит. Занимает позицию, чтобы выйти на 4-ую ЦЦ-шку. Здесь у нас есть в ультурки юнитов. Нет никаких ЦЦ-шка пока висит. Нужно лететь и уже туда. Что-нибудь стоит, я не знаю. Но первый Старкрафт не второй. Так, кайтэм, я не понимаю, про что ты говоришь. Мысли свои урожаем. Так, чтобы понятно было, тогда, может, что-то я тебе и подскажу. Берёт Протс, тут у него сейчас 5 контролов примерно юнитов. Драгуны, зелки, есть шаттл с зелками. Говорит, летит вперёд. Но он ещё не всех зелков-то взял. Нужно подвести сейчас. А в сервер нужно вывести вперёд. Я обычно им рейндж вижена делал на такой стадии, чтобы он больше минок видел. Нужно минки проблевать, что Протс и делает. Если он хочет... Ой-ой-ой, 150. У Тирана 150, но он тут эти 200. Если Протс криво сейчас вперёд пойдёт, он кривовато, мягко говоря, вперёд идёт. Зелков часть вообще забыл, они больше нам придут. Он скорее всего развалит. Зелки заходят вперёд. Мультуры грамотно. Танки сейчас прикрываются внутри. Ну, тривер здесь что-то ходит. Ну, а что этот тривер делает? Один патрон успел стрельнуть. Ну да, пару танков убрал. Но Протс уже меньше лимита. Вот он проатаковал, развалился. Здесь ЦЦ-шка так до сих пор не залетела. Зелки проще пришли. Ну, отстроился, отстроился. Протс а проатаковать нормально не может. Ну, ты смотри, в какую сцену ты поставил. Я не знаю, с чем ты стримишь. Обсом там или эксплитом. Обси просто на нужную сцену добавляй. Хочешь отдельно картинку на весь экран, отдельную сцену сделай, растяни на весь. Если нужно маленькую, так как у меня, просто вставь картинку как бы и сделай по нужным размерам. Так, заходят драгуны и на минках гибнут. Вот Протс начал думать о том, что пора бы респаун занять, но... Хорош, хорош, тут выманивает минки под арбитром еще на Зелков, чтобы занимать. Здесь минка есть, поэтому базу поставить не получится. Протс вынужден филон ставить. Еще вультуру туда привезти, отменить. Не было детектора у Тирана. Вот детекторов тут. Сколько детекторов? Здесь 4 детектора. Здесь 2 и 4 и здесь. Ну, допустим, на пару меньше было, 8 просветок у него было на тот момент. Ну что, 168 на 157. Тиран идет вперед, начинает выходить. Ё-моё, сколько лимита забыто. Ну, видно, что игрокам даже 4-5 контролов тяжело контролить. У Протса грейды 2-2, у Тирана грейды 1-2. Хороший, пошел статис сейчас от арбитера. Хотя, вот 150 энергии было, между прочим. Шторм успевает кинуть, но Тиран криво без минок вышел. Сканов я особо не наблюдаю. Протс его разваливает сейчас хлам. Эти юниты никуда отсюда не денутся. Это минус вот эти юниты будут, естественно. Зря арбитер энергию потратил. Нужно было, мне кажется, без тазиса пытаться все убить. И вот сюда рекол, например. Посмотрите, туреток здесь немного пролететь. Может сюда рекол просто. Это минус база сразу же. Вот сюда вообще Тирану долго возвращаться сюда будет. Так, здесь оставил несколько юнитов. Просто сам ломится, пытается на дальнюю базу. Он ломится к Тирану. Часть юнитов отвлекается. Здесь все уничтожено оказывается. И минус еще и научное судно. Здесь в Ультурке приехали Нексус законтрить. Фатонки строят. Ну, Фатонки отменят сейчас в Ультурке. Отменят все, скорее всего. Но Протс тоже базу Тирану выкнул. Он ее займет заново. В принципе, у него ресурсы есть. Лимит есть, как бы. И в этом плане все нормально. Силки КСМ оклава. Здесь драгуны по минкам бегают, взрывают. Также эти минки напрягали от грамок у Тиранов. Если просто их нереально много везде, то это просто невероятно нужен мультитаск, чтобы везде законтролить, чтобы никто нигде не взорвался. Грейды делает Протс? Нет, грейды не делает. На 2-2 завис. Здесь уже мейн кончился. Нужно переводить нарез пробойщик. Естественно, значит, печаль беда будет. Здесь вроде от минок вычистил. Нужно респаун свой охранять. Но проблема в чем здесь? Если Тиран вот эту базу займет, сейчас он может танки вот отсюда, вот сюда, прямочку, стационарную оборону тащить. Минки плюс туретки. Дойдет вот досюда танками вот здесь вот так вот. Ну, просто отрежет центр карты вот так. И с этого хайграунда он просто сюда передропнет. Либо заедет даже отсюда. Он сможет убить просто этот Нексус. То есть карта для Тирана Медузы очень халявная. Вот такая. Нет, на рабочих минки не реагирует. В первом Старкрафте. Но зато они детекторы. То есть то, что под арбитрами все невидимо. Просто, но минки их атакуют. Так, идет атака. Группуются зелки там с шармом. Пошел шторм. Ох, хорошо, как культура проштормила. Просто пытается зайти вместе с... Арбитрами сюда. Не понимаю, сделали ли у него грейд на рекол. Ну, здесь непонятно. Здесь нету как параметра грейды. Вот энергии 200. И здесь есть грейд на энергию арбитром точно. Есть грейд на стадис. Но я, как понимаю, нету... Ой, Тиран здесь хорошо минками отбивается. Но нету грейда на рекол. Сейчас вот арбитры сюда зашли. Можно просто сюда телепортнуть юнитов. Вот эти всю группу, например, телепортнуть можно. Но туда бы было... Ну, рез бы зато начал добывать у нас Прот. Смотрю. Гейтов добавляет. Вот здесь вот нужно фотонку запилить, чтобы к рабочей мультурке так не прорывались. Везде база занимает. Сейчас старает. 140 лимита на 125 Тирана. Ну, вроде как Тиран жив. Но Прот всего постоянно напрягает. Экономика лучше. А вот арбитр летает. Будет рекол. Да, пошел. Вот есть рекол. И еще одного арбитра рекольнул сюда. А если бы у него было бы еще 150, можно было бы еще юнитов сюда рекольнуть на самом деле. А можно вот куда-нибудь сюда его сныкать и подождать 150 и попозже зареколиться. Здесь рабочие его погивают немножечко. Но Тиран готов. Тиран все убивает. И группа небольшая. Тиран практически на халяву отбивается. Ну, вот в такие места реколы делать не очень. Реколы нужно делать туда, куда Тирану дальше возвращаться. То бишь сюда куда-нибудь в продакшн. Вот на мейн. Вот на эту базу. Здесь да пошат много Старпор. Пока Тиран сюда придет, это просто... Ну, а ему придется прийти. Иначе эти юниты еще здесь сверху начнут здесь все разваливать. Туретки все убьют. То есть нужно придется возвращаться. Здесь то ли дроп был, то ли что. А, нет, не дроп. Вот здесь можно проехать. Он сразу не проходит. Ультурки заехали сюда спокойно. Напрягают базу. Здесь добыча везде началась. Вроде как еще один Нексус Прота ставит. Переселился же на Респ. Нужно отсюда все уводить. Вот уже база давно не добывается. Здесь можно было и оставить немножечко рабочих. Здесь что-то... Как-то минералы есть еще. А, здесь все сюда переезжает. Ну, все сюда абсолютно не нужно переезжать. Да, понимает. Протс повел вот на эту базу. Больше даже нужно было бы перевести. Но достаточно много рабочих туда переводится. Экономика у Протса хорошая. Это важно. Здесь вот три-два рабочих уже направить стоят. Здесь добычу вроде восстановил. Здесь часть пробок тупит. То есть, это почему вот так вот. С этой базы, видимо, переводил не сюда, а сразу куда-то сюда. И вот первым стартапсом это нормально. Пробки видят ближний маршрут через эту хрень непробитую. Ну, вот так вот интеллект искусственно работает. И тупит здесь ходит. А Протс этого не видит. То есть, нужно сначала перевести куда-то сюда, а потом только на дальний рез. Так, зелки со струбунами затупил. Тиран вультур не контролил. Зелками Протс окружил. Хотя вультура зелков вообще разваливает. И минус вультура. Но только если ими контролить, правда. Ну, такая долгая игра достаточно. Сейчас затишье небольшое. Ну, Протс здесь лидирует по экономике, по всему. Правда, грейды не делаю. А вот, заказал грейды. Всё, 3-3 скоро будет. Готовы грейды. Вот, рекол очередной пошёл. Но Тиран правильно делает. У него минки расставлены. Как реколы консистить? Туретки, минки. Всё. Вот, если в такое место телепортнётся Протс на эти минки, они с разных сторон, а сплошь у них гигантские, они сразу всех юнитов реколят. Их нужно бить даже. То есть, ну, рекол в минус себе это называется. Телепортнулся, ничего не убил. Практически пару зданий всех юнитов потерял. Сверхдорогих плюс орбит. Тиран вот эту базу ещё сжать может. Тирану, в принципе, и пяти баз достаточно, чтобы распространить дальше своё влияние и Протс выиграть. Ну, тоже не всё так просто. 3-3 игры этой готовы. Поля пока не заказывать Протс. Поля здесь тоже нужны, безусловно. В первом Старкрафте. Тем более, здесь ЕМП не столько много. Вот, кто ЕМП кидает. Это научное судно. Оно же детектор ещё. У неё же есть матрица. И у неё же есть и радиейт. Такое заражение радиацией. Такое, живут миру убивает. Так, здесь попытка минок настоять. А, здесь Труючков попытка. Тирана, парочку отфокусил. Минок парочку поставил. Протс бегает. Тут не надо. Видно, что в одном контрре. Чтобы контрить в ульдурах, с ними бороться. Сейчас он правильно Протс делает. Одних Драгунов послать. Драгуни должны бежать к этим минкам. Они вперёд вырываются. Постоянно от минок терпят. Драгунами, конечно, нужно просто выбивать. Сейчас. Можно на такой стадике, что на узелках вперёд провести, чтобы быстрее разминировать, например. Но если Тиран вперёд не пытается одновременно с этими потерями уйти армией, то смысла тоже особого в этом нет никакого. Так, всё-таки... А, нет, это вот отсюда часть пробок сюда куда-то поехала, видимо, на эту базу. Утрез вообще не добывается. Здесь 9 минеральных кучек. Здесь такую добычу гигантскую можно делать. Тиран пытается минировать, сейчас заезды делает. Здесь пробок так просто не видит, что они тупят. Ошибка. Реколов пока что-то я не наблюдаю. Цвет у просто такой, как на этой карте. Вот нейтральное здание таким же цветом абсолютно, как процесс. Поэтому здесь вот тяжело здесь законтролить. Кстати, один арбитр вон здесь забыть. Можно зареколить ещё неплохо сюда. Но можно на минки попасть, так что нужно вот так, как сюда, облететь, видимо. Но это нужно видеть, что туда ещё облететь нужно. Добыча здесь идёт вовсю. На респе рабочих больше так и не стало. Вот этих бы на респе везти ещё. Просто 4 базы добывают. Сейчас мейновые базы все кончились. А арбитров по 2 штуки строят. Здесь бы карреров бы свиткой сделать. Тиран тут фактически у него последняя база остаётся. Ну, здесь ещё немножечко есть. То есть здесь экономикой просто можно карреров задавить. Грейды под землей. Ну, грейды, правда, 3-2. То есть нужно грейды на карреров делать, если с нулёвыми построить. Тирану сейчас 3-3 у него будет. Они вообще бить не будут, тирана, если карреры строят. Так, а арбитр куда-то летел, да не долетел. Я слышал, что стреляют туретки. Вот он сюда, видимо, пытался ворваться. Да, никуда рекола не было в итоге. В ультур очень много у тирана. 200 лимита, кстати, у тирана. Так, просто здесь базу прям под тираном занимают. Вот это нельзя давать занять тирану просто в базу-то. Обминировал всё вообще, тиранчик. Так, здесь пробки переводятся. Пробки минус. Можно в ультурами вот этим гигантским брицом всю базу сплитить. Тиран вот вперёд пошёл. Просто в это время ломит вперёд. У него одни сделки. Они сейчас на минах все взорвутся. Потери гигантские. Ну, просто запас, конечно. Штормы кидаются. Два. Но они друг на друга не суммируются демота. Они накладываются. Несколько танков всё разобрел. Но сзади у тирана ещё очень много. Здесь от протца гигантская ошибка, кстати. А в сервера в центре нет. Он не контролит то, что всё заминировано. Сейчас тиран выйдет просто. И если тиран пойдёт вот к этим респам, а протца поломится вот этой армией отбиваться, он все минки соберёт. Это минус вся армия будет просто. Минки гигантские демота. Ну и, пожалуйста, пошёл. Всё теряет на ровном месте. И минус тоже не бесконечный. Уже и потрачен запас. Сейчас здесь уступят. Здесь в ультурке наламываются. Группунов вместе с танками спривают. Грейды 3-3. Уврос тоже 3-3. Но без полей. Танки. Здесь же пошёл стазис. Тоже нужно быть предельно аккуратным. Тиран на такой стадии. Иначе стазис будет сильно решать. Прот сломится. Лимита 200. Да заказ хорош, кстати. Везде всё заказано. Арбитры тоже строятся. Здесь тоже всё заказано. Ой-ой-ой. Ну да, приросты такие. Смотрю, протца... Не, ну протца... Протца смогёт заказ делать, да? Но не могёт контролить арбитров. Они летят просто и отдаются в центре. Чё за принято? Два... Два крутейших юнита важнейших. Взял, сейчас слил. Ну 200 лимит. Ну здесь 170. Тиран со 170 может ещё развалить. Ещё пару таких наломов от протца и всё. У него ресурсы кончатся. Даже один налом. 200 лимита сейчас. Если протца сольёт, то это всё. Но у тирана очень мало танков в миксере. Часть танков сверху они пушек не прикрывают. Ничего, получают стазис. Культурки кончаются. Но это тиран не успевает. Протца не очень контролит. Тиран ещё хуже контролит. Но замес хороший. Пошёл, смотрю. Приросты выходят. Протца успевает. Всё вперёд. Хватит, интересно. Надо было чартом посмотреть, что за АПМ. Ну, чтобы какой-то заказ делать, Протцу нужно достаточно хорошо контролить. АПМ достаточно высокий. Нужно более лимита тирана. Протца 200. Ресурсы, конечно, кончились. Но здесь ещё базы-то все добываются. Заказ гигантский. Прот всё вперёд и вперёд двигается. Эти юниты сейчас разморозятся. Эти танки сразу же будут уничтожены. Это минус тиран всё-таки в итоге. Но тут уже минками не спастись, к сожалению. Они даже закопаться не успевают, потому что слишком много Протца. Здесь 200 почти лимита, да. А тирана 80. Падают научные судна. Здесь базы тиран так и не смог туда прилететь. Здесь СЦ-шка для будущих перелётов. Но куда, не знаю. Тиран в итоге так никуда не улетел. Прирост есть. Нужно всё вперёд присылать. Поля начал делать. Ну что ж, молодец. Мы чё, скажем, увидели, но хватило и такого. Бадает СЦ-шка. Тиран пока сопротивляется. Но в этой игре всё уже очевидно, на самом деле. Сейчас тут можно на Аклик перетветить. Чтобы Патона каких-то настроил. Просто нельзя здесь взять, там, Ф-2 нажать. Пойти с АМИ в армии вперёд. Нужно всё сконтролить, всё послать. Здесь он в стазис по одному танку пошёл. Прот вперёд, всё посылает. Ну, по крайней мере, видит, где юницы стоят, хотя бы посылают вперёд. Сейчас тиран сдаваться будет. Скоро 50 лимитов 200. Ещё все риски добываются. Спокойно оставим. Ломает. Чё-то тирана вообще нет. Чё-то хочет сделать. Здесь уже всё очевидно. Ему давно пора выходить. Иисусов нет, ни хрена вообще нету. Даже пофиг на миг, нужно ходить спокойно. Что просто и делает. Минут много. Зелки просто пачками мрут, но всё равно их слишком много остаётся. Тирана даже природ за ним 20 лимитов. Есть тут три. Голиафа, ну. Это минус Голиафа. Чё-то не знаю. Чё просто не сдаётся. Тиран, точнее, не сдаётся-то, я чё-то понимаю. Покидает игру. Придурейл. Вот это уже такая макро-игра. Я бы сказал, на 33 минуты. С рекольчиками, со всеми делами. Придурейл. С рекольчиками, со всеми делами. Забыл, не забыл? Так, ребят, ещё одна всё-таки не переименовалась. Придурейл. Поехали в следующую игру. ЗВЗ, что ли, да, ЗВЗ, смотрите-ка, давно не было, но это, по идее, недолго, обычно в первом Старкрафте. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, хотя, да, однобазовый лейер, в принципе, в ЗВЗ, выход в мутку, это нормальное явление было. Так, здесь линги прибегают от синего. Пару раскуснули желтеньких лингов и все, собственно говоря. Желтый продолжает лингов строить. Синий делает лейер, тоже продолжает лингов строить. Я вижу, что желтый больше гораздо настроил. Сейчас... Так, пошла хата. Муха еще нету желтого. Сейчас мух готов будет. Здесь два линга с мухом прибегают. Королев-то нет никаких. Ой, сейчас линги могут проблем здесь наделать. Два линга врываются, начинают грызть. Один дрон минус, второй минус. Желтый вообще никак не реагирует. Желтый приходит к оппоненту, но на рампе-то здесь часть лингов тупит. Ё-моё, синий отбивается и здесь заваливает. Казалось бы, сейчас все плохо будет. ЗСи разваливает. А здесь еще и спайр. Красавчик синий. Еще у него уже и спайр строился. Вот такое ЗВЗ. Вторая игра пошла. Кто у нас там победил-то? ЗСи проиграл, по-моему. Медуза-карта. Посмотрим. Здесь-то вот как раз через фул с мейна открываться вообще идеально, потому что рамп никаких нету, можно просто пылингами сгрызать. Здесь пул я вижу. Его оппонента пока нет. Через овер он играет, второй овер готов. Здесь овер только позже пошёл, здесь до овера пул, соответственно, был, но более такой агрессивный билд пытается какой-то здесь делать. Здесь у нас будет ли пул? Где-то хата что-то с мейна прямо. Очень интересно. Хата с мейна пошла. Макро хата. В чём разница с этой хатой? Конечно же, в том, что там проще ближе бежать будет, сгрызть всё. То есть, возможно, мы увидим сейчас просто агрессивный билд, сейчас будет заказан пул, потом будет заказан газ, и это будет возможно. Просто масс-линги сгрызали эти. Здесь же уже заказаны линги. линги вперёд двигаются, мув заказан. Здесь, понимая, что овером, понимая, что агрессия происходит, сейчас тут овер висит, здесь можно овером висеть так, потому что королев нету. Ставится, естественно, санка, чтобы отбиваться от лингов вначале. Пошла санка, и заказано сразу 6 лингов. И всё, соточка есть, надо мув заказывать сейчас. Здесь линги прибегают, нужно прикрывать санку. Так, санку ни хрена не прикрывает, у нас товарищ зерк этот оранжевый. И линги начинают разваливать очень неплохо его. Здесь мув даже не заказан в итоге, а здесь уже скоро очень мув будет готов. Ну, конечно же, это фейл. Рабочих уже потерял, пушку потерял. Нужно было понимать, что линги будут пушку пытаться сгрызть и её отбить, конечно же. Здесь начинает кул уже жёлтый подгрызать. Ещё одна заказана пушка. Линги с мувом уже, вот они начинают шатать. Пушка минус, нужно отступить просто отсюда, конечно. Линги отступают. Рабочие постоянно катаются. Лимита здесь уже больше, боевого прям значительно больше. Пул падает с невероятной скоростью. Линги даже без адреналина на ранней стадии неплохо завалят. Пул минус, всё, лингов больше не будет. Это поражение оранжевого зерга, то есть достаточно просто лингов продолжать строить жёлтому. Устанавливается пул. Здесь линги новые и новые прибегают. Две хаты заказаны, вместе с макро даже хаты. То есть здесь дожимать будет сейчас жёлтый. С грамотной стороны только зайти, чтобы дрона дико не заряжать. Даже не в дронов дело. Нужно зайти с такой стороны, чтобы линги нормально начали его атаковать. Можно просто вот хату крайнюю начать подгрызать и потом врываться. Так, заходят линги. Дроны срываются. Сейчас эти жёлтые тупят, что-то как-то криво дерётся. Зато здесь пул, посмотрите, как стоит. Поставил пул таким образом, сам защитить его нормально не может. Выдаёт оранжевый зерк. В итоге линги сбрызли, но... Так, линги сбрызли, всё-таки, но санка успевает достроиться. Долго, прям как-то долго не может убить жёлтый. Но видно, что... Тут как-то с билдом... Что за билд такой непонятный? Две хаты с макро хаты и с мейна. Да, я не спорю, он может использоваться такой, но... Я бы сказал, что не очень грамотный билд. Добавил макрохалю сахаримный кольцо. Ну что тут, совсем маслинги Ну, тут даже рабочих не добавлял Просто построил 3 хаты Сейчас и решил Лингами так и додавливать Желтый зерк Ну, тут ему позволил, конечно, изначально Оранжевое это сделать Конечно же, в итоге отбиться очень тяжело Несмотря на то, что дроны тут На минилвуке пытаются Спорки, в течение спорки Санки прикрыть, прикрывают они неплохо Потери гигантские у Желтого Но все равно его больше Хотя, понимаете, рабам Вот если сейчас отбиться, рабов-то тут Столько уже почти осталось Но Санка падает Лингов Еще и отбил, охренеть, вы видели? Но это первый Старкрафт Вот эта оборона с рабочими Она чудеса в первом Старкрафте Всегда отворила, но Несмотря на то, что Кстати, экономика здесь у Желтого Даже слабее, чем До сих пор, причем Слабее, чем у Оранжевого Но все-таки Ему юнитов постоянно не хватает Я опять пул сюда, главное, поставил Я ведь поставил пул так, что самому тяжело его прикрывать Бинги все дотекают Дотекают Готова Санка Опять рабочий начинает кататься Опять вроде как отбивается По лимиту разница, кстати, до сих пор небольшая Так, на лом, минус пул Все-таки минус пул Пытается догрызть Здесь две Уже Санки есть Линги все бегут Какой-то желтый вообще зерк Ну, очень слабый просто Понимаете? Че он вообще, ну Он реально Тупо лингов строит Если бы не начальная ситуация Он проиграл бы уже давным-давно На оранжевый все держится и держится Так, эволюшн пошел Пытается здесь как-то заблочиться Желтый вообще, чтобы К нему тяжелее пройти было Но опять нужно рабочих брать, чтобы подбиться Опять берет Но не успевает прикрыть вовремя Санку верхнюю Остается одна Все, у лингов очень много дотекает Сейчас еще одна санка будет готова Но линги уже ворвали Какие лейеры? Там улын идет Он висит Видит вот Оранжевый тоже какой-то тормоз Видит, что там идет полный улын И какие-то лейеры делает Да прострой ты лингов-то с плетками Отбейся ты, е-мое Так Ну что, меняю захват Долго мучил он его Все-таки домучил в итоге Поехали 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 Решающая Третья игра этих игроков Карта Хардбрейк ридж Поехали Один раз в неделю Старик и будет Проходить там Турнир этот Я же буду стримить его Столько, сколько смогу Просто реплеев очень много Либо выбирать и стримить Только часть Небольшую Либо На несколько дней Разбивать и стримить Почти что в серии Так Ну что Здесь пул первый От Флайн МГ Здесь тоже пул Пошел до Овера Соответственно Пул газ Ну агрессивно играют Что тут можно сказать Здесь еще Естественно и газ Заказан Так Пошел Овер Сейчас будет Заказан Дрончик Здесь газ Попозже Овер Строится Нужно Дрона Заказывать Похоже Билды Ой Простите Агрессивно Так Так, и лейер пошёл, лейер до мува, это уже что-то новенькое. А как здесь отбиваться? Да, здесь проход такой, можно в нём полукругом, конечно, пытаться юнитов оставлять, здесь минус трон, не, ну лейер до мува, это, конечно, совсем жёстко как-то. А здесь будет мух? Да, здесь мух у жёлтого пошёл. Ну, я мог бы понять мув потом лейер, но никак не лейер до мува. Что здесь можно сделать с этим лейером такого? Конечно, в спайер здесь будет играть коричневый зерк, но особо ничего ему не даёт. Хотя, в принципе, если он очень грамотно здесь будет отбиваться вот так вот длинными, то, может быть, даже успеет и в мутку выйти. Ну что, плёточка ещё здесь пошла, саночка. Оказывается спайер, прям в минеральной линии. Здесь у нас хата вторая. Лейерами никакими не пахнет. Ну, спорок можно настроить. Ну, блин, спорки спорками, но мутка будет решать. Спорок нужно много будет, чтобы защититься. Ну, а в итоге можно в догоняющий спайер здесь сыграть с двух хат, и это может катить. Так, здесь линги прибегают. Эти линги снова не имеют, что-то они заходят. Не, в первом Старкрафте такие забегания не катят, ребят. Конечно же, коричневый просто развалил нафиг лингов оппонента. Куда он там пробежать хотел? В первом, во втором Старкрафте они бы так просочились бы, грамотно дэмэж не получив. А здесь они тупили и дэмэджа получили гигантское количество просто. Линга муф делается? Нет, линга муф не делается, а вот Диэлба после лейера линга муф может сейчас было контратаковать, например. Ну, это тоже на самом деле такой расчёт на то, что оппонент будет нубом. Три мунталиска заказана, здесь ещё один врыв лингов. здесь стоит всё нормально. Так, тут прессинг. А этот зерк вообще умеет что-нибудь, кроме как лингов строить? Ничего он не умеет больше делать. Прилетает ему талиск! И здесь один ещё остался. Как-то так, ребятки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, меняю захват, подождите. Ну что, давайте ещё, не знаю, сейчас посмотрим, что здесь за игры по времени будет. Думаю, так, ещё минут 30-40 востримить, да надо сворачиваться понемножечку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПВЗ. ПВЗ вообще... ПВЗ вообще не видел я, по-моему, ещё. Или видели мы, не знаю. Чё-то я не помню, что вчера было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, что он подумал, но очень слабо отыграл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С фишаем этот проц никакого связи не имеет, как я понимаю, со старым немцем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через гейт стартует. На этой карте Нексус хорошо занимается, на самом деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь пул первый, хата пошла Заказано два литра Так, линги ещё будут заказываться Да, заказываются линги Ну и какой-то странный билд На чём основаны вот эти билды Что зерги играют через пул первый Часто так, причём я на этом турнире вижу Что этими лингами можно сделать То есть если бы просто играл через неексуса То ещё более для зерги ущербно было бы идея Ну что, пробочка минус Так, здесь макро хата пошла Газ заказан Ну в принципе Сейчас три хаты Как бы такой догоняющий билд Проц вообще непонятное что-то делает Если честно Драгуны против зерга Это вообще бред как бы Драгун это не сталкеры Старкрафта второго То есть у него демеджа меньше У него урон лингов очень ущербно убивает Драгун прихочет Вместе с проб Нет, здесь проц отобьётся Но у него потери по рабам уже значительные То есть я вообще не понимаю Для чего он такой билд использовал Что он хотел сделать Зерг Дилук тут на рампе стоит Что-то я не понимаю Чё он вообще там стоит Так, линг минус Рабочий хаста А, корсары Не, ну корсары это интересно Чем? Тем, что Тем, что Можно оверов вначале На халяву пожечь Но Прото зерк всё понял Вот у него уже гидроден В первом старкрафте Не нужно лейерос Чтобы ставить гидроден Здесь будет Одна санка заказана И всё Два гидролиска заказываем Строим дальше рабочих Оверов возвращаем домой Что зерка делает Ну да Здесь уже Это победа фактически зерга Я вижу, что он грамотно Достаточно действия делает Вижу Вижу Твайлайт Цитадель Соответственно Ну гейт всего один Может это, конечно, дарки будут Ну с одного гейта дарки Это тоже Это бред Может это, конечно, мув будет зелкам Но это тем более бред Почему? Потому что зерба достаточно лингов заказать Если мув зелки Вот у меня был билд На базу Очень сильный В своё время Но он на исполнении был Выход где-то там Шестью-восьми узелками С мувом Но с фаржой до этого То есть с атакой с одной Там лингов просто они шинковали, конечно Но это всё и то Как бы от разведки Контрилась Здесь гидрал Так Мув в гидре делается Такое ощущение Контр-атаковать хочет гидралами У меня возникает Фаржа Ё-моё Какой ущербный процесс Что он делает Дарк с одного вора То есть прикол в чём Во втором Старкрафте ЦР-ку нужен овер Чтобы дарков отбить Оверсир Здесь-то оверы видят Сразу же при старте игры Первый же овер видит невидимых И смысла в этом Я никакого не вижу Поэтому То есть на обороне Да, здесь Корсар оверов отгоняет Да, но Но чё ты чёрт Попеределаешь Тогда надо было Уже давным-давно Пилить Нексус Пытаться как бы Протас же чё-то там Какие-то полгода На Нексус выходит Вообще Чё-то ну Бумный бред Делает Приходит Гидра Начинается Расконтроль Вот Дарк Начинает Гидру резать Видит Зерк Отступает Назад Здесь Фатонка пошла Да какая Фатонка До Нексуса Ну это просто Бессмысленно Но Ты всё равно Отставать будешь Надо Нексус ставить Потом уже Всякую оборону Тем более Видно Что если ты на Дарков Рассчитываешь Дарк всю Гидру Отогнал На хера Тебе Фатонка Это здесь Ну ладно Чё-то у меня Вообще Пригорает Возмущает Всё это Он тут Реально Очень слабенький Продс Ещё один Дарк Вперёд Пошёл Продс Не видит Гидру Которая Контр Атакует Заходит Потом Ко-минус Дарк Должен Дома Один Стоять Чтоб Оно Происходило Будет не возвращать Дарка Возвращает Дарка Нексус Отменяется Нексус Отменить Не успел Не успел Тупо Нексус Псишторм Мои Шторм Заказан Не Ну это Перебор Вообще Это Чё Чё Вообще Какое Компьютер Какой Сыграет Пилон Та Сыграет Сыграет Утро Дорога Сыграет Сыграет Нексус Совсем беда Всё Запилил Гидру Вроде Как Врод И Лончик Став И опять Сыграет ставит. Всё, он хочет фотонов настроить каких-то. Нужно оверов. Перед пяти мув овером делается. Две зерк тоже, блин. Пять хат со двух баз. Ну, хотя нет, если две полностью раскачанных базы в первом старкапе с чисто гидрой прессовать, то пять хат, да, можно строить. Или линго люру. Сейчас добавлять лингов ещё с мувом сюда. Здесь люру морфить тоже как вариант. Ну, люркеры добавляются. Всего достаточно одной бы здесь было, а пятую вот нужно сюда наставить, то есть тоже как зерк такой, прям не ахте. Дарки контролят. Здесь оверпит полетел, один даркс ныкался. Всё, фотонки ставят. Всё, он хочет прям с фотонками. Так, типа, я надёжный такой выжил сейчас. Это спам всё приходит. Ну, всё, улетает оверпит. Зерк в третью пока не занимает такой двубазовый. Тут понятно, что победа просто играет со слабым, но ещё зерк на третью у него какой-то у меня загадка. Приходит. Вот здесь три фотонки шторм. Смотрите-ка. И так просто гидрой не продавишь здесь. Люра тут сливается. Ну, люрой тоже здесь ни хрена не сделаешь против трёх фотонок. Нужно больше гидры тогда сюда приводить. Вот, пожалуйста. Как бы зерк абсолютно неграмотно тоже действует. Что ему нужно было сделать, видя, что просто там бомжуйся? Ему просто нужно было привезти пять гидралисков сюда, заказать хату с овером, стоять просто и всё. Тогда бы всё это заработало. Давно уже спайр строится. Нахрян-то какие-то спайры он строит. Зачем это всё вообще? Так, люрой заблочил. Что заблочил-то? Два пси-штормовика, которые здесь стоят. Куда они пойдут? Ну, тут такие достойные друг друга оппоненты, конечно. Лен, зерк видно, что сильнее играет, но тоже. Так, кажется, дарк дрона минус, ну, по-моему, здесь, да. Но дарк сам погиб, нужно новую вводить. Новую уводится, он уже там тысяча минералов. Здесь ничего нет вообще. Так, три овера заказано. Гидра добавляет. Сюда нам больше гидры везти, наверное. Есть две... Ну, да. Коржи, да, чтобы сбить корсары. Это правильное решение. Гидра с овером вперёд выдвигается. Всё, сейчас эти три овера вылетят. Просто нужно реально заказать гидры ещё просто на всё и продавить в лоб всё, что нужно сейчас за эркут. Так, оверы вылезли. Гидра пытается минус ночь корсара. Корсара не минус ночь. Ну, скажи, погоня. Скажи, в итоге не понадобились. Вот если ломиться в лоб на протцу, то можно уже терпеть на фатонку штормовика. У протца несколько фотонок. Один девок, один рабочих вообще не строят. То есть, он просто слабейший просто. А, дропчик через фатонку штормовик летит. Ну, залетит сейчас. Хотя, опять же, я вот сейчас не буду. А в сервера нету? Ничего нету. Конечно, это ГГ в любом случае. Выгоняет штормами, обратите внимание, архон даморзился, сейчас ядру развалит достаточно хп, чтобы всё развалить. Прилетел зерк, отдал целый дроп, ещё один дропчик пошёл, здесь люрада, вот висят овер, забери ты эту люру, чё она здесь охраняет-то пустую местность? Так, заказный, ну, белка, вот только роба, гидра ещё дотекает. Хитрое что-то сделает, был дроп прям под шторм, да, ты рвёшь это, первый шторм более-менее, второй так себе уже, атаки в лок при этом не происходили, сделки заходят, зерк там хитрый люру прям сверху морфит, ну, был такой трик, да, можно было прям заморфить люру из дэмэджа, попробую зайти наверх надевать. Люра сейчас даморфится, можно и четыре паконки, это не может, такую зеркать, а потом, архоном можно сбривать, вот такие, у которых мало яйца, с него дэмэдж, тридцатки. Накопаться ли, вот, это зеркать делаешь, успел сплэшем забрить одного люра, архоном, кстати, сплэшем нужно, вот здесь, ну, бодилка ставишь наверх, архоном, сейчас тут один упадёт, второй не упадёт, я думаю. Зерк в это время кто-то отстроил, хайф, ё-моё, хайф-то куда, зачем тут, оверов настроил миллиард, ресурсов нету, четвёртый бы чуть-чуть раскачивает базу. Кстати, смотрите, вот этот люра можно просто выкопать, вот сюда привезти, здесь ни овса, ни фатонки, здесь можно просто вторую базу заблочить. Кидра приходят, где сто, нифига себе, сто лимита превысил зерк, вот это чудеса на виражах проскида. Овера проскид, пошла атака вперёд, люру можно выкопать, эти три люра самые скучные и бесполезные люры в мире просто. Они всю игру здесь просидели, ничего не делая, за хорой ггшечкой, наконец-то, блин, это кончился, это от ад. Так, кто у нас победил-то? А, вот, точно не пропис. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Так, карта у нас Медуза-карта, пилочек откротся, типа с застройкой так бодро он начинает. Идёт на разведку к зергу. Что кто делать будет, пока не понимаю. Зерг пула не ставит. Так, прошу прощения, случайное сообщение. Ага, вот что тут за хитреца. Заходит пробка. Форжа пошла, будет зерг пытаться, просто чем-нибудь пытаться застроить. Ну, первый зерг ставят, да хрен тут что застроишь уже. Нужно хитро вот так вот отсюда, оп, по краешку залезть. Оверозерк не держит здесь. Ошибка, ошибка. Или я не понимаю, или это вне, кто спрашивает. Я вообще не понимаю, что они делают. Это что один, что второй. Так, проверяет зерг, нет ли тут застроек никаких. Форжу, так как он увидел. Не, никаких застроек нету. Это не эксус после форжей у нас будет. Пробку теряет Протс. Шесть лингов закан. Здесь одна пробка на хайграунде есть. Четыреста минералов у Протса есть. Он все-таки пилон ставит сверху. Хитрец прямо, а? А здесь ни нексуса, ни фотонки ничего не ставят. Зерг проверяет, опять же, что происходит. Одного линга наверх послал. Дрона ставить третью послал. Линк за пробочкой гоняется. Фатонка заказана. Она не успевает достроиться. Линк уже на полпути сюда. Это ГГ просто, скорее всего. Ну что, минус Фатонка, минус пробка. Линги прибежали до готовности Фатонки. ГГ. Слабейший Протс просто какой-то попался. Не-то чего-то. Ну вот как. И вот так. Короче. Выхожу, пока они там пишут. не ну на таком вот и я не хочу останавливать сегодняшний брудвар давайте что-нибудь еще посмотрим здесь сегодня xk2 improve team лига вечером будет по стримлю может быть то если дома я буду дома наверно так что у нас бьется переименовываю ну что аук цели против гэгэна уриэ а это пвп вообще ну давайте пвп смотри чё делать так странное расположение гейта военний шлюш гигернет пошла вообще как-то здание ущербного стирения строит пока мне вообще не нравится пробка стоит это блочит кстати да это дефенсный пилон почему потому что если здесь пилон не ставить то оппонент может здесь здесь минерал на этой карте манер пайлона это просто жесть на самом деле они очень сильно можно поблочить минералов добычу причем здесь до кибернетки даже второй пилон был запилен узелка одного построил у нас в итоге желтый проц здесь кибернетка готова но не драгуна ничего не заказано пилон пилон ущербный поздний рейндж до драгуна готовности короче вообще здесь тоже как-то криво криво мягко говоря все идет но здесь-то кибернетка вообще только запилен второй гейт пошла пробка сныкалась сиреневая здесь желтый добавляет пилончик третий и та второго чуть не вижу 400 уже как куда-то ё-моё газа 400 накопил жесть то какая так здесь зелок заходит зелок на халде тупит вообще не идет он на халде конечно ничего заболеть не может здесь пробка зелком разваливает пробок уже четыре убита ё-моё 4 это жёстко здесь тоже зелок здесь тоже зелок гейт атакует тоже зелок есть но атакует ты гейт здесь же пять пробок уничтожено наконец-то от гейта пошел в минеральную линию хоть кого-то убил одну пробочку убил но намерял локер здесь отбивается одну всю пробку потеряв а здесь развалил 5 спас и пробку и зелок еще от драгуна ушел да ну нафиг сиреневый что-то вообще фиолетовый точнее вообще что-то в рот страны уроку все-таки нашел уничтожил люди лог еще и ушел приверженец а здесь пробочку нашел я думаю где стреляют вот здесь пробка была найдена пробок пошло у желтенького то есть с ривер и быстро я так понимаю это будут интересно здесь тоже пошло посмотрим что контроль риверками будет так и а а и и и и и и и Здесь что-то сталкеры бегают, боится зайти наверх. Рейндж готов, да, там готов, здесь что-то делается. Да, шаттл, да, робо-бэй, сейчас ривера начнут строиться. Что-то пока не заказываются даже, и ресурсов нет. Да, ривер, кстати, 4 лимита занимает, насколько я вижу. Здесь тоже выход, гусениц идет, но у фиолетового позже они будут. И что, в Нексус выход? Не похоже на выход в Нексус, но вообще, если ты такие раннего такого ривера делаешь, нужно агрессивно играть, идти вперед. Ну а что туда вперед идти, если здесь даже Нексуса нет? Можно сталкерами идти сюда, ревячком, например, на мейн попытаться ворваться и улететь. А можно в итоге не улететь и потерять шаттл, это совсем печальный расклад. Фиолетовый видит, обсердан, что к нему сталкер, простите, драгуны к нему идут. Так, в августе это летит. Кстати, здесь можно ревячком, можно даже с лоу-граунда, в принципе, наверх атаковать. Но тут в тупую в рабочих залетает нас, кстати. Неплохой врыв. Это минус шаттл в итоге. Точнее, минус ривер. Просто шаттл улетает. Ну пробок зато подубил. Ой, здесь пробки вниз пошли. Еще одну даже здесь потерял на спуске. Ну такой врыв неплохой, разве что ривер потеря. Ну и экономика важнее, конечно. Здесь тоже один всего ревячочек. Два почему бы никто не строит. Но двумя тяжелее контролить гораздо, чем одним на самом деле. Отступает желтый. Фиолетовый бежит к нему сейчас. Он собирается на ревячках протоковать. Зилок мешает драгуну отступать, смотрите, в нормальной скорости. Отведи ты зилка. Смотрите, они в него втыкаются. Сейчас тупят, блин. Так, куда-то ушел вообще драгунами вниз. В это время выход идет сюда. Здесь несколько юнитов буквально. Шаттл где? Шаттл вернулся. Здесь просто нужно сейчас расконтролить ревячком, и все нормально будет. Еще три драгуна приходят. Просто ривера, фокус. Ривер без шаттла. Вот первая реакция, которая должна была сейчас возникнуть. Фокус ривера, все, и победа. Но нет, он боится, уходит назад, потом опять вперед пошел. Здесь хороший врыв сзади, минус ревячок, но слабо, слабо. Сверее и фиолетовый, и желтый. Честно говоря, так себе. Ну, желтый отбивается. Это ему на руку, у него рабочих больше. Здесь 36 на 50. Имит кэш. Рабочие не строятся вообще, хотя не эксус заказывает. Здесь пробок вообще в разы больше. Не в разы, но чуть ли не двукратное визуальное преимущество. Я думаю, раза в полтора на самом деле больше. Здесь пробки переводятся. Раньше времени переводятся. Тупят на зданиях, но это стандартный такой расклад. И новые при этом всем не строятся, что тоже очень-очень странно. Ривера две штучки здесь есть риверов. Сколько пробок на минералах? Я не знаю, не помню уже точно физику добычи. Примерно по 2 на минерал в среднем. Здесь где 8, 16, где 9, штук 18-20 пробок. Бывают 30-40 иногда на одной базе. Но это не значит, что все будут добывать. Но здесь, как я уже говорил, даже на дальнем минерале две пробки друг другу добывают мешать. То есть, пока одна пилит, вторая успевает принести, вернуться, тыкнуться в него и уехать на другой. Потому что, ну, не как совсем в втором Старкрафте это происходит. Ну что, летит опять шаттл с одним ревочком на мейн. Опять собирается желтый прошатать. Сам добычу начал тоже. Вот он сразу много пробок перевел. И на мейне тоже осталось, в принципе, количество неплохое. Что-то шаттл летает. Че он летает туда-сюда? Без понятия я. Газ на второй базе. 74 для имита на 64. Имиты близки. Но тут странно, что какие-то там... Да, я, конечно, понимаю. Там для чажа, для архивов темпларов здание делается. Но, опять же, как бы, без риверов все равно это будет слабо. Так, прилетает ривер. Ой, какой сейчас может быть врыв? Нет, пробки ушли. Сейчас патрон, наоборот, тупить будет. Будет взрываться. Неа. Между зданиями вообще без шансов попасть. Вообще ни один выстрел из трех не попал. Но вот нужно... На самом деле, на самом деле, он просто нуб как бы. Он не понимает, что в здание, если ты стреляешь, нужно сразу было ривера забрать, улететь, вот этих рабов сбрить, что-то еще. Потому что сюда без шансов было попасть. Это рассчитывать на халяву. Патрон в таких местах всегда тут. Всегда. Так, здесь драгуны есть, которые контролируются. Кстати, шаттлумов сделан. Он очень быстро летает. Вот что ждал. Вот что ждал здесь. Опять рабочий прием. Вот отсюда атаковать, да, уже более вероятно попадание. Но, опять же, посмотрите, начинают пробки уезжать. А вот сейчас на встречном курсе попал. Если сзади они идут, то да. Все-таки попал. Теперь сиреневого горит. Фиолетового, точнее. Так, шаттл еще будет. Нет, шаттлов больше нет. Заказан мувзилка. Выдвигается. Просто здесь шаттл с двумя риверами и шаттл с одним. Три ривера плюс масс-драгона. В принципе, хорошая тема. Здесь ничего, кроме драгунов, нету. Это значит, что ГГшечка идет. Хотя два дарка заказано. Так, что-то сейчас погибло. Шаттл погиб с одним ривером. Просто на драгунов прилетел. Желтый брод. Так, трогаются ривочки. Хороший контроль. Нормальный забирает. Так, ривочка. Хотел сказать, хороший. Ну, это нормальный контроль. Так и должно было быть. Хороший это когда-то. Вообще, с риверами чудеса такие можно, драгуны, на риверы творить. Он дропывает. Вообще, смотрите, не хватает контроля. Забрать и дропнуть нормально. Так, что потаковали. Гонит фиолетового. 60 лимита здесь. 89 здесь. Вот риверы. Дропаем сейчас. Дарки выходят. Дарк минус. Есть аксер. Ривочка одного оставил. Что ж ты его кинул-то? Вообще не контролит. Риверов теряет ривера. В очередной раз драгуны все забревают. Но здесь риверы рабочих начнут шмалять сейчас. Просто патронами своими. Что и делает, собственно, желтый игрок. Но в итоге шаттл что-то слабенько все равно контролит. Нужно дропнуться. Нормально. Наконец-то выстрелить. Куда-нибудь. Где рабочих много? Ой-ой-ой. Вот это было уже неплохо. Здесь нексус падает. Даже несмотря на то, что Дарк есть. Дарк не атакует все время. Рисург ДГ. 37-77. Апсервер-то есть вообще? Да, строится. Апсервер где-то он далеке там. Ну что может Фиолетовый сделать сейчас? Да ничего не может. У него риверов он не строит. Чарж тоже странно. Ну короче, странный какой-то проц. Очень странный. Вот здесь опсервер-то есть. Тоже идти добивать просто. Дарк минус уж. Замахнулся было, но уничтожен был. Здесь шаттл есть. А все расстроятся новые. Ну он просто сейчас дойдет. Желтый добьет, конечно. Что тут еще делать? У Желтого тут намного больше. Несмотря на то, что Чарж есть. Здесь не Чарж, точнее, а все Чарж. Не Чарж, это ножки Дилкам. Ну, делать там равные вещи. Дэк, конечно. Нестоп выиграл. Так, у Тиар не арбалета не видел никогда. Лично его не знаю. Так, тоже уже в то время, как я начал играть, хорошо перестал поддерживать инстаграм. Как-то, припоминаю такую. Так, здесь пилончик на второй от желтого. Странный какой-то билд. В ПВП вот так вот гейсы для чего? У меня это лично загадка. Может быть, некий какой-то хитрый выход, не знаю. Опять этот светло-синий цвет, который не видно ни хрена на карте. Ну, это, наверное, последний будет три, который не, наверное, последний, который я постримлю. Может быть, завтра еще немножечко постримлю. После GSL. Так, здесь что-то проверял, ходил. А, кстати, кстати, знаете, в чем прикол? Можно поставить сейчас синему форжу, например. Он триком попал. Как можно сюда попасть пробкой? Я вот не показал вам. А можно попасть очень элементарно. Вот сюда пробка подвоза. Ставишь пилону, вот это место, на месте, где сам рабочий стоит, можно. Она начинает тупить, вот так, ну, вот как минераловка, срываешь. И заезжает сюда. Я думаю, в будущем увидим еще. На счет финалов в лайфе я уже говорил, что конкретного по этому году ничего не сказали. Но если будут они в лайфе, то тогда может и постримлются. Это еще будет через пару месяцев только. Там еще отборочность 8 курок. То есть это 8 недель еще только отборочность. Прифарлы. Финалы будут еще там через месяц 3, наверное. Так, минус зелор. Минус пробочка. Ну, зелки неплохо пришли, настигали. Еще два зелка прифарлы. А, это просто два барака. И, кстати, с застройкой. Это просто зелками развода идут здесь. Так, ну тут поубивал, конечно, рабочих. Некоторое количество. Он тоже контролирует. Еще и желтый синий мог убивал. Контролирует все как-то кривовато. Велки, да, приходят. Но нужно отойти. Нужно одним. Вот просто элементарно. Одним вот сюда заходишь. Одним ты. Что он делает? Что он делает? Не важно. Хоть вилка в тупую, через атаку. Поддругу на. Ну ты хоть разводи, хоть маленько. Даже при таком раскладе синий умудряет затерять злобок миллиард. Просто ему все, что надо, минералогом пользоваться. Все, кровь там залезла. У рабам совсем беда. Здесь уже рабочих очень много. Вот так. Фаржа там уже сейчас будет готов. Атул куда от фаржи? Нужно, если ты фаржу строишь, нужно застраивать тогда оппонента вот с хайграунда. Фатонки. Нужно ли осмысливать эти фатонки здесь? Это же не против зерка. Просто сейчас Драгунам рейндж делать. Прийти можно. Можно выбить эти два барака и пилон. Спокойно абсолютно. Нахера здесь фатонки нужно? Вообще не понимаю. Так, синий идет вперед. Один зелок с Николс. Вот, смотрите, такой диверсант просто. Засадный полк. Спускается и начинает ломать. Счетесь, рабочих. Один минус. Второй минус. Здесь зелки Драгунов окружают. Желтый еще умудряется Драгунов ловить зелками. Синий криво законтрайт. Мультитаска просто не хватает. Здесь на спаржа, кстати, фатонки готовы. Тут минералы дистанц майнинга можно спокойно добывать абсолютно. Кстати, одну фатонку отменил. Зачем минералов пожалел? Зря. Одну будет проще гораздо вывезти. Но приходит сейчас... А, ему дома нужно. Вот почему. Приходят зелки. Четыре штуки. С ними нечего делать. Спасонка. Не отменена. ГГ. А, то есть этот проигравший еще тип из ценных Драгов, которых результаты ожидали, что ли, оказывается. Синий, да он вообще слабенький. Он очень слабенький. Очень слабенький. Я, чтобы вы мне помогли. Я, чтобы вы мне помогли. Синий, да. Следующий. Синий, да. Синий. струкляться сколько скбв проживет еще, но если называть что это он сейчас живет, вот как сейчас, в Корее он живет до сих пор я бы не назвал, что это он живет как бы вне Кореи, почему, потому что, ну да, есть какие-то немножечко турниров, так до бесконечности он может жить все, 10 плюсиков есть, всем спасибо, вот эта запись будет на youtube выложена буду закругляться, вечером там турнир, командный, возможно второй starcraft постримлю, командный турнир, плюс возможно, ну тут у меня дела есть, короче, увидимся ребят, всем пока